МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я практикую некоторую власть. Она очень смешная, конечно, и внутренне каждый свидетель этого нынешнего действия может смеяться над такой реакцией. Но мы должны начать именно с этого. Дискурс власти и анализ дискурса власти начинается с того, что вы определяете свое собственное положение внутри некоторого права, которое кто-то вам дал или вы его захватили, говорить об этом предмете. И нам важно понять, где мы в этом пространстве и как нам дальше двигаться в этом пространстве. Вот это первый такой тезис. Он мне кажется очень-очень важным. Второй тезис, опять-таки, в нашем языке, это политический тезис, который связан со словарями, которые мы используем. Вот я сказал слово «тезис», и мы знаем массу слов, связанных с олигархией, демократией, аристократией, монархией. Мы постоянно находимся внутри греческого словаря. Этот греко-латинский вокабуляр восходит, конечно, к описаниям и к таким вот историко-политическим, к описаниям страны, города, в котором мы живем. Этот город Москва, эта Москва мыслится на протяжении нескольких веков как некий Третий Рим, как наследница какой-то огромной другой державы. И на этом общем фоне каждый человек, который об этом начинает рассуждать, становится очень маленьким, ничтожно-маленьким и смешным. С этим тоже как-то надо смириться. С тем, что когда мы говорим о власти, внутри русского дискурса мы рискуем стать смешными. Потому что о власти говорят те, кто на самом деле, несмотря на свою позицию, важность, несмотря на то, что вот именно мы с вами сейчас обсуждаем это, и нас записывают на видеомагнитофон. Несмотря на это, все прекрасно понимают, что это пустое. Реально мы обсуждаем власть именно потому, что никакой властью не обладаем. Мы живем в системе аристотельских категорий в области претерпевания. И вот как претерпевающие мы рассуждаем о власти на таком поэтическом уровне. То есть наше поией, наше действие, в отличие от претерпевания, это вот и есть разговор о власти. В каком масштабе мы рассуждаем о власти? Мы можем вместить поколения. Мы можем вместить себя в рассуждение о тех поколениях, которым мы принадлежим по рождению или по месту жительства, по месту судьбы. Что это за поколение? Это поколение, которое было последним советским поколением, которое жило в этом городе на протяжении последних десятилетий советской эпохи, которое прошло, пережило 90-е годы, так называемые, вот еще одно очень важное десятилетие, надолго оставив эти места и уехав куда-то за границу. Потом снова в середине нулевых вернувшееся сюда. И поколение, которое, в общем, может сказать о себе, что оно видело несколько эпох власти в России. И эти несколько эпох позволяют нам и даже заставляют нас перечитать историю того, чем мы занимались в молодости, в 70-е годы, даже в 60-е годы, в 70-е, до середины 80-х, с точки зрения сопоставимости с пережитыми нами десятилетиями. Мы должны найти точку, в которой, в точку в истории, глядя на которую, мы можем определить и каким-то образом описать свои собственные переломы, вот эти свои, свои переживания, связанные с переходом из эпохи в эпоху. Я родился после смерти Сталина, почти сразу, буквально через несколько месяцев после того, как умер Сталин. Это эпоха Хрущева, это эпоха, так называемая, оттепель, мое раннее детство. Потом эпоха Брежнева, закатывающийся в Советский Союз. Дискурс Горбачев и ощущение освобождения, 90-е годы, которые часто называют анархией, то есть временем, когда дискурс власти вообще перестал иметь значение для России, как кажется. И последние два десятилетия, так сказать, авторитарная эпоха, эпоха, которую мы можем называть авторитарной. Или как-то так эпоха, когда практикуются некоторые формы власти или пробуются некоторые формы власти, позаимствованные из самых разных эпох. И это время определить очень трудно. Мы не можем определить это время, так сказать, в достаточной степени достоверности. Собственно, поэтому нас интересует дискурс власти, что мы сейчас не можем о нем толком говорить. Мы живем внутри этого загадочного для нас дискурса. Некая девушка берет своего котенка и швыряет его об стену. Это показывают по телевизору, это обсуждают в социальных сетях. Некие люди... Котенок сам не может ничего о себе сказать, конечно. То есть это делает сама девушка, и таким образом она выносит на поверхность какую-то гигантскую травму, которая внутри ее существует. Она ее материализует в форме издевательства над беспомощным существом. Она практикует свою власть, и она удваивает эту власть медийной ее демонстрацией. Я отдаю себе полный отчет, что размышление о власти здесь заставляет все время мысль осциллировать и перебегать от глубокой древности, от каких-то мифологических первичных интуиций, перебегать в наше время, вот в эту многопиксельную эпоху, когда из ничего вдруг образуется некий сюжет, или, как сейчас говорят, поднимается хайп, и этот хайп посвящен на первый взгляд мелким и незначительным эпизодам, каким-то странным эпизодам чужой жизни. Какой-то человек, там, продюсер вдруг выясняется, что он на протяжении своей творческой жизни, творческой жизни нескольких десятков выдающихся актрис, оказывается, он практиковал тот же способ демонстрации власти, который практиковали наши замечательные римские императоры. Как к этому относиться? Камии, льва Александровича Мея, да, замечательные. Ты на Юлию смотришь художником, не отцом, ты прямой сиборит, а не римлянин ты над треножником золотистая мира горит, мягко ложе твое посылается, мягко ложе твое постилается, смело смотрит в глаза тебе дочь, вся ту ника на ней колыхается, в очи глянула римская ночь, что трибония, ливия, лидия, ты им скажешь, наверное, прощай, и, наверное, на зона овидия ты сошлешь на холодный Дунай. Мы понимаем, что к этому несчастному Харви Вайнштейну можно было бы отнестись так же, как Лев Александрович Мей относится здесь к Августу, да, а там что, там инцест, там не просто приставание, так сказать, опытного продюсера и режиссера, и, как бы у нас сказали, жизнелюба к актрисе, которая хочет получить хорошую роль, заработать и навсегда, так сказать, избавить себя от хлопот всяких жизненных. Можно было бы как Мей отнестись к этому, но нет, мы попали в совершенно другую эпоху, и мы уже и Мея по-другому читаем, Льва Александрович, эти стихи по-другому читаем, и мы по-другому читаем овидия, овидия, да, предшественника этой замечательной эпохи второй софистики, да, жившего там полтораста лет, за полтораста лет до того, который пытается умилостивить императора. Дайте мне, дайте мне, вот дайте мне возможность, дайте, я заслужил право вернуться, я готов все свои прегрешения, так сказать, смыть вот этими новыми сочинениями, которые я напишу. и появляются появляются потрясающие совершенно и очень свободные в своем роде тексты, да, письма с Понта, в которых для того, чтобы начать говорить о власти и обращаться к этой власти за помощью, нужно сначала уйти от самого распространенного принятого, так сказать, дискурса, да, в котором живет поэзия, дискурса страсти, страстности и восторга перед, на самом деле, перед насилием, да, вот, от этого нужно уйти. доставляем, дноюйсу, не дноюйсу, не дело все Продолжение следует...